Мужки, всем здорова! Сегодня ролик получился таким большим. Казалось бы, да? Что проще сделать? Гидробак или его установить? Так вот, проще было сделать гидробак, нежели его воткнуть туда, где он должен находиться. Так что, сразу извиняюсь за такой большой видос. У кого нет времени, мужики, не смею задерживать, поэтому спасибо, что хотя бы начало посмотрели. Поэтому увидимся в следующем видосе, в 30 секундном. А это кому интересно, мужики, смотрите ролик до конца, есть некоторые моменты, нестандартные решения, ну, все как я люблю. Все, погнали смотреть. в общем, пришло время сделать гидробак, дубль 158, 159, либо 230, уже задолбался снимать. Может, это никому не надо, а я тут рассказываю. Так, ладно, я уже забыл, что хотел сказать. Гидробак. Гидробак надо впихнуть вот туда, под капот, чтобы ему места там хватило. получился он у меня, мужики, на 10 с небольшим литров. Высчитать объем тут очень просто. Кубики перевести в литраж, да. Так, 20 сантиметров, так, 14, длина 37. Толстостенная труба, такую у меня заказчик привез. Стенку одну я выпилил со стороны, шува соединил, пока все это дело на прихватках, потому что не знал, где мне делать отверстие, как он будет располагаться, куда его впихнуть. Я его пытался впихнуть вот туда три дня. Вот не поверите, я уже заказчику говорил, и сейчас вам скажу, что я хотел вот так выехать, догнать ему домой и сказать, на, дружище, впихивай его сам, потому что я не нахожу места. В итоге вот тут танцы с бубнами вокруг. И вот так останавливаюсь, и такое место, знаете, вот такой вот взгляд, такой раз, все, бак уже там стоит. Он еще и сваренный не был, уже там стоит, и он уже работает у меня. вот как-то так. Главное найти нужную точку, где находиться, чтобы это все дело разглядеть. По итогу вот такой вот огромный бак вмещается под капот, остается еще место для аккумулятора, и остается еще под капотом место для гидроцилиндра. отверстия, давайте покажу, потому что потом буду вваривать, заваривать их потом видно не будет. Мне заказчик приволок тут, ну, на самом деле, он приволок тут немного чего. для вваривания вот таких два штуцера. Один будет ввариваться сюда, это будет подача на НШ. С этой стороны мужики, снимаю с первого дубля, так что, извиняюсь, если повторяюсь, могу что-то забыть. В общем, как-то так. С этой стороны кусочек трубы полдюймовой с резьбой, резьбу нарезал сам, нашел такую крышечку, она какая-то жиденькая, короче. Посмотрел, хотел вот так вот сделать. Слив, слив с бака, то есть, чтобы не рассоединять шланг, чтобы слить масло, а открутить пробку и масло слилось. Ну, это елки-палки. Еще получается, что вот этот штуцер, он находится чуть выше дна, это дно, и масло сливаться будет пониже. То есть, если там даже на дне масло останется, то сюда оно уже не побежит. Можно будет спокойно снимать шланги и не бояться того, что весь трактор загадится. Короче, отказался я от этой идеи, этого штуцера, потому что там под резьбу подматывать, тогда это подобное, да, прокладка какая-то может быть не такая. Порылся у себя в ящики, ящики вы меня знаете, найти можно черта лысого. Вот такой вот муфту, тоже на полдюйма, вот такой вот, уже вот так окоплано, глушкой, под нее прекрасно становится заказчик на приволок разных калибров шайбу, медная шайбочка, зажимается все, будет вариваться вот сюда для слива, во-первых, и мясо побольше и роль отстойника будет играть, то есть, видите, такой стакан, вот сюда магнит, примагнитил снаружи, да, или к пробке и все, и все, металлическая фигня, возможно, которая когда-то будет плавать, попадет, примагнитится, никуда уже не денется, вот такие вот дела, ну и удобно, что, открутил посудину, подставил, там, 6 там литров, 7 литров, слинул, и все чистенько и спокойно, это, почему здесь, я сейчас буду все показывать, не оценирую, и будем устанавливать, вот такие дела, так, с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны будет, ставится горловина, вот такого плана, ну, крышка, крышка, я не знаю, как проверять на опрессовку, здесь вот стоит, клапан, пружина, ну, как-то проверим, а может и не проверим, так сказать, повезет, не повезет, ладно, разберемся, варяться будет тоже, таким же образом, с такой юбкой, мог, конечно, сделать это все дело, вот так, но, высверлил, высверлил, нарисовал, высверлил, выбил, расширил, так, чтобы эта пробка проходила, и имела, здесь внутри, вот такую юбочку, то есть, когда, где-то, когда качели, ну, мало ли, там масло хлюпается, оно когда бьется в стенку, бьется в юбку, и в обраточку, то есть, чтобы меньше туда хлюпало, плюс здесь вторая юбка имеется, ну, такая вот пробка интересная получается, точнее, горловина, мне нравится, мне нравится, плюс через эту горловину, прекрасно, видно, вот эти вещи, делал специально здесь, вот, ну, не знаю, почему так, для чего, ну, захотелось, сделал так, так, здесь обратка, мужики, обратка, ничего особенного, все как у всех, толстостенная труба, под фильтр, здесь будет ввариваться, тоже штуцер, вот таким образом, ну, там я его разверну, куда мне надо, это уже по месту, так, и, отверстие на 30, коронкой, высвернул, это 30, да, нет, не 30, 25 труба, тоже будет, мужики, ввариваться, вот сюда, и, да, и вот, где-то, вот так вот, примерно, ну, плюс-минус, там я разберусь, сюда будет ввариваться, штуцер, где он у нас, кстати, где-то, где-то, сюда вварим, штуцер, для, фильтра, все это, выставим, на нужную, вышину, и трубочка будет стоять до, не доходя до дна, то есть, масло будет сбрасываться в масло, я думаю, это будет правильное решение, я видел, так делают мужики, вот, как-то так, и сделал я это дело по диагонали, то есть, здесь сброс, а подача, то есть, чтобы вот эта циркуляция была, чтобы она его как-то забирала, не напрямую, если бы я сделал где-то здесь, здесь сбросы, здесь же, и подача, то, по большому счету, вот у масла, было бы не задействовано, а так оно вроде как, должно, работать правильно, будем так говорить, но это я только так думаю, много разговариваю, знаю мужики, знаю, что я много разговариваю, поэтому, ну, не обижайтесь, но я, на своем канале, хочу и разговаривать, разговариваю, вот как-то так, ладно, что забыл сказать, а, стенку одну, значит, зачистил, разрезал, и буду варивать, самым-самым последним моментом, вот сюда, когда уже, проверю, да, как у меня там, соплей, чтобы не было, если что, зачистить там, все это удобно, здесь проварю, короче, капитально, все будет, ну, и давайте, наконец-то, наконец-то, я его сварю, и установлю, и покажу, как это дело, у меня там, расположилось, и так, выварил, значит, слив, и подачу на, НШ, здесь прошел, двойным швом, здесь также, шабварил, двойным, то есть, раз прошел, зачистил, и уже пошире, наложил еще раз, также точно и здесь, чтобы, как говорится, наверняка, опрессовывать, возможно, и не получится, вот, сначала, прошелся, один раз, провар, 100%, аж вылазит сюда, варю полуавтоматом, мужики, шлака нет, все, сейчас, перекрываю уже, вторым, швом, и ввариваю горловину, и буду уже, фильтр, ставить, так, вварил, штуцерок, в трубу, и обварил еще, мужики, изнутри, дополнительно, прихватил, все, сейчас обрабатываю, внутри, те, кто меня смотрит, знают, что, вот он, вот оно решение, удлиненная гаечка, впрочем, сейчас покажу, в принципе, мужики, вот, зачистилось, более-менее, сейчас доработаю, чтобы получше было, не на камеру, а потом, обработаю здесь, сварку здесь тоже, оккультурил, внутри, получилось, вот так, сварку обработал, отлично, а с этой стороны, еще обработал, где будет фильтр прилегать, по плоскости, то есть, болгарочка завелась, через гайку поставил, через гайку, и все, оно выровнялось, абсолютно, идеально, вот, как-то так, теперь останется, все это дело, приварить, здесь, слив, таким образом, здесь, подача на инша, когда, сливаешь масло, да, видно, что, если штуцер сверху, масла уже нет, можно шланги смело, откручивать, вот такая вот, штукенция, все, сейчас привариваю трубку, выставляю, трубу, обвариваю, ну, в принципе, сейчас варю и покажу, так, мужики, ну, пока трубку не варивал, что, что подумал, все-таки, не приваривать наглухо, этот штуцер, а вот взял, старый, шланг, есть такой, ядрошланг, ну, он уже, убитый, в общем, отрезал от него гайку, по резьбе, абсолютно, такая же, как и на штуцере, с одной стороны, вот, то есть, привариваю к трубе гайку, вот таким образом, а штуцерок будет вворачиваться, я думаю, понятно, вот так вот будет, и при необходимости, если вдруг, выкрутил штуцер, заменил его, ну, не знаю, может, кто-то скажет, что это, конечно, лишнее, но почему бы и нет, если есть возможность, сделать его съемный, вот так, так, значит, приварил гайку, ну, сейчас покажу, буду разбирать, забыл подснять, выставил трубку, то есть, завернул штуцер, завернул фильтр до конца, поставил, в том направлении, в котором будет, пока без резинки, мужики, потому что там есть такая юбочка, и она прекрасно центрует вот эту вот часть, вот, соответственно, там стоит магнитный уголок, держит трубку, выставил нужный мне зазорчик, надо сделать несколько прихваток с этой стороны, чтобы можно было спокойно открутить, это дело убрать, и сверху уже обварить, вот, потому что я не угадаю, сейчас только начну откручивать, и трубка, она сдвинется, она сейчас взяла свое положение, по направлению, вот, штуцер, фильтр, да, все, вот сейчас делаю прихваток, три штучки, вот здесь удобно, поэтому я стенки и не заваривал, потому что, ну, удобно, удобно везде подлезть, везде все выставить, тем более, уголок, до дна где-то не достает, ну, сантиметра, где-то два, зазор, этого будет достаточно, здесь еще меньше, входа, ничего страшного, тут отлично, все, сейчас прихватываю, разбираю, и посмотрим, как это все дело, получается, ну, вот, сделал три прихватки, теперь можно, уголок отмагнитить, и убрать, никуда она уже, не денется, и отвернуть, вот эту часть, почему закручивал фильтр до конца, во-первых, резинка еще не стоит, не стоит, и вот здесь я тоже буду дистанционно подкладывать, скобы из медной проводки, провод, поэтому здесь чуть приподнимется, то есть, резьбы будет хватать по максимуму, чтобы притянуть фильтр, все, сейчас это дело, почищу вот эту сварку, может, потом почищу, может, что-то попадет еще, вот, как-то так, все, обвариваю, штуцер можно выкрутить, так, трубку варил, все это теперь выглядит, вот так, блин, получается, своего рода, да, видеоинструкция для владельца, этой мини техники, куда что воткнуть, где что вернуть, как что заменить, сколько даже в книжках не пишут, все, это затягиваем ключом, сейчас выставляю, вот эту штукенцию, вот такие вот скобки, медные, с медного провода, сделал скобки, чтобы они не катались, если просто пруточки сделать, то они могут кататься, а так они кататься не будут, то есть даю дистанцию, не знаю, миллиметр, наверное, может полтора, все, под нужным углом штуцер ставлю, ставлю сейчас резинку сюда на место, вворачиваю, прижимаю плотненько, чтобы они все прижались, все стороны прижались, вот, прихватываю, снимаю, штуцер снимаю, и уже обвариваю, впрочем, сейчас все увидим, и уже пойдем на трактор, поставим, так, все, обойму варил, пока еще горячая, почистил, шлифовать ее не буду, пускай мясо остается, проваривал так же два раза, сначала, тоненько прошелся по кругу, потом уже таким перекроем, второй раз, заварил полностью, ну, это на всякий случай, если не получится его опрессовать, да, то есть проверить, ну, я уверен, что нигде ничего не потечет, все, пока здесь горячая, сейчас с этой стороны варю стенку, вот эту, просто уголки магнитные, вот эту ставлю, они упираются сюда, выравниваю ее, как мне надо, здесь зазорчики присутствуют, отлично, провар будет хороший, раз пройду, и потом еще раз, и все, сейчас завариваем две стенки, так, мужики, прошелся один раз, сделал все-таки на этих крышках разделочку, вот такую, чтобы наверняка все легло, все, сейчас почищу, точнее заварю вторую сторону, это чуть подстынет, почищу, и вторым швом уже, с перекроем, наложу такой хорошенький, хорошенький такой провар, все, заглядываем внутрь, что у нас тут, немножко копоти, от сварки, ну а калин, я не вижу абсолютно никаких, провар есть, сейчас эту копоть протру, вот, а здесь она уже будет выходить, вот через горло, как-то так, все, завариваю эту сторону, итак, друзья, установил гидробак на свое законное место, оно и планировалось здесь, единственное, что не мог, придумать, как его сюда закрепить, но в итоге, все оказалось очень просто, сделал вот такие вот кронштейны, это 65 уголок, здесь его по диагонали разрезал, развернул, доварил, и все это крепится на швейлере, на котором держится двигатель, все это держится на трех болтах, с этой стороны на трех болтах стой, также же эти три болта держат крепление для генератора, то есть один вот здесь, один здесь, и один внутри, вот абсолютно симметрично, такой же сделан кронштейн, и с этой стороны, также же на три болта, два сверху, один сбоку, на край этого швеллера, этот швеллер был такой длины, я его врезал изначально, чуть побольше, чем крепление, в итоге закрепил сюда, здесь скосы, для удобства, наверное, не знаю, просто для того, чтобы он угловатый не был, сделал скос, гидробак на четыре болта, закреплен два с одной, два с другой, место, место у нас, вот так вот, ниже опускать не хотел, потому что, значит, вентилятор, диффузор там стоит, и весь горячий воздух, дует сюда, через ребра жесткости, то есть, он будет проходить под баком, места тут хватает, я не знаю, даже двигатель можно снять, не снимая гидробака, скидываем шкиф, откручиваем болты, и двигатель спокойно снимается, вот такое вот удобное расположение, генератору не мешает, эти стойки мужики, все проходит, всего хватает, абсолютно, также и здесь, доступ к ремням, абсолютно свободный, здесь будет стоять еще аккумулятор, и здесь будет стоять еще гидроцилиндр, для того, чтобы поменять ремни, но это я покажу в следующей, как говорится, серии про тракторок, нужно будет скинуть ремень с генератора, просто отпустить гаечку, скинуть, скинуть ремень, и убрать все это дело, на место, отпустить натяжной, все делается в течение, не знаю, там 5 минут, отпустить натяжной, скинуть ремень с НШ, открутить, раз, два, и вот здесь вот, три болта, вместе с насосом, вот так вот это все подается, корзина, накидываются ремни, либо там меняется сцепление, диск, да, да все что угодно, любая операция, минимум движений, абсолютно, вот как-то так, здесь находится, слив с бака, с этой стороны, то есть, капот подняли, поставили, вот прямо на крыло, какое-нибудь ведерко, так, чтобы струя в него попала, канистра там, без разницы, все это слилось, вот такие вот, дела, левой рукой, не могу закрутить, так, вот они, отверстия, светятся, есть, горловину, обработал, культур, мультур, как говорится, и зачистил, верхний шов, снизу шов, не зачищал, да его и не видно, а вот сверху, чтобы оно покрасилось, было все ровненько, фильтр, ну фильтр уже затянул, конечно, штуцер, смотрит, вот так, немножечко, будет шланг, идти вот так вокруг бака, и до распределителя, все, тут минималка, кронштейны, помните, да, точнее, вот эти вот, швеллера, я развернул, и поставил, таким образом, чтобы была возможность, не только, вот до, болтов, добраться ключом, но здесь еще пойдут, мужики, шланги, вот между крылом, между крылом, и, вот этим швеллером, будет заходить шланги, на НШ, также же, будут с этой стороны, заходить шланги, на гидроцилиндр, для того, чтобы, исключить, вообще, исключить, маховик, и шланги, будут абсолютно, по разные стороны, рамы, так сказать, но все это будет, под капотом, все это удобно, видно, добраться можно, до чего угодно, вот такие дела, очень все компактно, капот, верхняя часть, закрывается, фильтр, никуда, не упирается, зазоров, везде, хватает, почему поставил, сверху, во-первых, это удобно, если нужно, открутить, открутил, сейчас, я его сорву, вот, его, вот так вот, отвинтил, перевернул, по резкому, да, тряпочку, здесь положить, все, масло, остальное, будет стоять, вот, в этом, стакане, оно, если его сбоку сделать, оно обязательно бы полилось, да, кстати, вот он штуцер, не показал, дай ему сразу, тяну, ну пойдет, штуцер, да, вот он, насос, на вход, на подачу, вот она стрелочка, это насос правого вращения, повторюсь, то есть, ставим коротенький, шланг, и сразу, сюда, масляного голодания, быть, как говорится, здесь не должно, кто-то скажет, что крепления жиденькие, да, держатся на одной точке, ничего подобного, ребят, сейчас проведем, небольшой, тест-драйв, кстати, я, наверное, не сказал, труба, толстостенная, 4,8 миллиметров, толщина стенки, бак с фильтром, с пробкой, вот как есть, вес, ровно, 12 килограмм, сухой, без масла, с маслом, приблизительно, будет около, 20 килограмм, ну и проверочка, небольшая проверочка, кронштейнов, так, чтобы понять, что это действительно, будет держаться, на этих, краях, этих швелеров, на трех болтах, поясниться, это не только, но иначе, ровно, и microflu, иначе, там, славы, еще, выиграю, это не только, но иначе, это не только, но иначе, вот плюс 85 килограмм если кронштейны сразу не отвалились значит держать они будут 20 килограмм выдержат по-любому ну и кому интересно мужики вот ширина капота 57 с половиной длина от стойки вот стойки 64 от рамы от верха до верха 65 вот повода колеса стоят 115 при открытом капоте верхней части еда сто шесть с половиной вот вот такой получился компакт некий капот куда влезла значит гидравлика в лес двигатель 17 лошадей генератор еще будет так и и гидроцилиндра гидравлик это гидронасос гидробак само собой под капотом хоть она и в раме но под капотом также сцепление полноценное под капотом также но это уже не не под капотом в стойке стойка потому что сделано своеобразная на будет стоять распределитель все влезло в этот маленькую коробежку на видосе может кажется что такая большая на самом деле возьмите в руку рулетку растяните и посмотрите что это за размеры вот такие вот дела ладно всем пока с вами был санек увидимся в следующем видосе о чем будем делать зашью я капот полностью и покатаемся на нем немножко надо разгрузить мозги и мне и ему застоялся уже на месте всего давайте